Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим о Ядаринском песноватке. Эта область недалеко между Израилем и Палестинским регионом находится, на Ближнем Востоке. Иисус приплывает на лодке вместе с учениками своими, уходит на берег и идет. Место, то очень суровое в плане растительности, в плане природы. И так называемые гробы, что такое гробы? Это славянский перевод. На самом деле это пещеры, расселены, трещины в горной породе, в которых бедняки раньше погребали людей. Современный гроб, это же очень, скажем, недавнее явление. Раньше всегда, а на Востоке до сих пор на Афоне погибаются как? Монархи в частности. Усопший человек обкладывается камнями, чтобы животное не растянули. И так он почувален. На Востоке то же самое, только в какую-то нишу расселены. И кто был богат, тому толпили в горной породе, делали нишу. Например, в такой же был похоронен Христос. И закрывается она камня. И вот этот крестоватый педоринский находится в такой вот нише, живет в расселении, в трещине, в пещере такой горной. И когда увидел Христа, его слова можно понимать с двух сторон. Чисто с человеческой стороны он кричит, только увидев человека с доли. То место пустынное очень. Что кричит, увидев людей? Не мучайте меня. В отношении к Богу потом мы его рассмотрим. В отношении к человеку эти слова воспринимаются как? Потому что все люди, зная, что в той местности обитает бестоватый, а по преданию и не один, а все люди, скажем, изгои общества душевно больные, туда отдалялись. Почему? Место совершенно немноголюдное. Их никто не трогает. Их никто не презирает. И иногда им подают в виде еды какую-либо милостынюю. Он, этот бестоватый, кричит почему-то. Его постоянно терзали, насмехались. Иногда был обычай в еврейском народе изгоев общества, явно бестноватых, не на свет, но тем не менее, когда видят их, кидатят их в сторону камни, показывая их отрешенность от среды богоизбранного народа, освященного народа. поэтому этот человек пугается при появлении какого-либо силуэта соплеменников. с божеской стороны, это все воспринимается как бес, имя ему легион, то есть множество бесов. Это огромное количество бесов, живущих в одном человеке. И самый главный из них называет себе именем, легион. При виде Христа и видя в нем Бога, Он как дух, Он видит, кто перед Ним стоит. Он говорит, Иисус, не мучай меня. И даже тут Господь не мучает, но проявляет свободную волю, дает проявить Духу нечистому. Каким образом? Дух изъявляет волю. Повели нам, Создатель наш, Автор наш, да? Автор всех нас, Христос. В это стадо, которое тут пасется, стадо свиней, чтобы мы в Него вселились, и уже там, что мы сотворим с этими свиньями. И Господь, видя доброе истечение обстоятельств этого желания, это повелевает. Каким образом оно доброе? Евреям запрещалось есть некоторых животных. Среди нечистых животных, так называемых, в книге Левит, в книге Второзакония, говорится о свиньях. И, тем не менее, эти свиньи по двум версиям, по одной, или пасли евреи сами для себя, скажем, те, кто были маловерующие, или пасли для продажи остальным. Но и в том, и в другом случае они нарушают закон. Как в последнем случае они нарушают закон? Если он пасет, он прикасается к нечистому животному. По-любому. То есть, тем самым творит мерзость перед Господом. Как говорит об этом Ветхий Завет. И стадо это устремляется по берегу, и в море тонет. Несут местные, скажем, предприниматели, огромнейшие убытки. И что они первым делом говорят? Когда узнают, что пришел Спаситель, раз. Второе, они видят рядом сидящее и смыслище написано. То есть, глаза не безумные, но разумно степенные, которые видят свет, видят народ и смотрят с рассуждением. Видят этого человека бесноватого, который уже облик человеческий во всех смыслах обрел, душевный, телесный. И они не этому радуются. А что делают? Господи, уйди, пожалуйста, от нас. Уйди. Ты нам не угоден. Все толпой начинают его лишь об этом просить. И Господь, когда поворачивается к бесноватому, говорит, Ты, я тебе помог. Иди и проповедуй. Разворачивается и идет. А бесноватый творит проповедь о том, что сотворил Христос. Входит в город, радуется как ребенок, рассказывает всем о том, что сделал с ним Спаситель. И зачастую в нашей современной жизни происходит именно это. Господи, я вот вычитаю Тебе молитвы, сделаю какие-то номинальности, но останусь душой далекой от Тебя. Или читаем утренние молитвы и думаем, ну сейчас вот после молитвы, прямо во время молитвы, какие-то нас посвящают мысли бытовые. После молитвы нужно сделать то, то и то, и то. Это нам не позволяет полностью открыто предстать перед Господом. Но мы не должны сокрушаться в своих помыслах, то, что мы не можем предстать перед Ним достойно. Станем перед молитвой, попросим у Господа, Господь, дай нам сосредоточиться на молитве, дай нам жить по словам святого Твоего Евангелия. Священник перед каждым Евангелием читает молитву. Восияй в сердцах наших свет благоразумия Твоего. От общности всех верующих предстоящих он молится. Господи, дай, чтобы эти слова, которые прозвучат сейчас, прозвучали в назидание, и не просто, как в притче рассказывает Христос, упали на землю неплодородную, но пустили плод. Росток плода в наших сердцах, и он не увял. Не увязь он может только в одном случае. Если теория и желание нашей веры будет подкреплена практикой. То есть, чем делом? По отношению к ближнему и по отношению к Богу. Поэтому будем всегда помнить в своем сердце, кто есть наш Создатель, постоянно ждущий наш Творец, который стоит возле дверей наших, как рисует Господь картину. Стою возле дверей сердца вашего и постоянно стучу, и жду всего лишь одного. Чего? Что вы откроете эти двери сердца. И там я вне иду, и буду что? Вечерить с вами. А вечеря, то есть приема пищи последних дней, на Востоке, имеет особую, можно так сказать, даже некую сакральную черту. на нем собираются всегда только самые ближние друзья. Даже гости делятся на две части. Те, кто особо близок мне и моей семье, только они могут быть. И Христос нас приглашает внутрь себя своим божественным присутствием, вместе с Ним кушать и просит, чтобы мы вместе с Ним жили. Это всегда исполняется во святой Евхаристии, которую мы сегодня совершали. Ангел, хранительная предстоящую сегмицу с праздником. Благослужение на этой неделе согласно расписанию.